короче райончик чисто фермеров но все приехали он пытается развернуться на очень узкой площадке но не так просто да как кажется пыль поднимаешь только пошли поможем 50 лет что это за деревья такие розовые короче пацаны надолго тут мусорный трак слетел в обочину и приехал h2 эвакуатора они его тянут тросами вики чуваки чуваки на чем мы приехали скидывать мустанг сказал что машина доедет но она не едет а а а а а а а а да ребят смотрите какая штука вот мы приехали за мишей и вот 40 минут мы уже стоим уже покушали я уже загрузил ролик на канал восьмую серию которую вы возможно уже смотрите или посмотрели посмотрели уже конечно сейчас уже девятая серия грузится а миша вот она все еще выходит нет же миша где миша меньше серега говорю нет мы не будем заезжать магазин тратить пять минут времени нам надо скорее лучше постоим у миши 40 минут пацаны ребята мы зацепили трейлер и в нем стоит уже что bentley bentley стоит в нем миша всем привет короче миша сказал смотрите есть крутой трейлерский магазин мы можем что-то купить даже если нам это нужно сейчас посмотрим что здесь есть но здесь есть смотрите всякие поворотники всякие резиночки о это чё это под поворотники крепления какие-то переключалки вообще все для электрики вот здесь я покупал эту за 39 баксов да действительно 38 баксов это хорошая цена им сказать за такую розетку лифтвилл есть смотри есть курс 25 тысяч паундов для них эти даже до пластиковые седла а вот на шарики 20 тысяч паундов шарик 20 тысяч паундов очень хорошенький стоит 31 баксов хорошая цена его кстати вот мы сейчас а где ты видишь на на тоненький и длинный такого нам хватит даже его что она еще здесь можно посмотреть как суши здесь много через морет сальники подшипники 9 баксов стать отличная цена как на амазоне вот один в один резиночки не суши вообще очень достойно смотрел все эти качалочки да можно их закупить если у вас рессоры суши прямо раз приехал это очень круто вот мы есть тормоза вот эти вот если вдруг у вас магнит отвалились для пяти тысячных акселей втулочки пластиковые неоновые как они называются гайки смотри вот колесные гайки на на троллер есть даже запасные стрепы давай посмотрим какие стрепы но смотри хэви-дюти tire down kit 16 это у это мотоциклетные стрепы они вот именно такие они такие стоят где-то 38-40 баксов вот именно эти может даже 50 час на амазоне вот этот а тут их две тут две общих четыре выражается его 4 но тут в принципе это еще можно купить на хорошие мотоциклет ну чё пацаны мы в штате кентакки привет пацаны привет пацаны виталик едет смотрите ребят дорога в аккураточку под нашу машину не больше не меньше здесь какое-то место здесь фермы горы ну короче райончик чисто фермеров вот крестьяне как миша сказал интересно кстати крестьяне вот миша с нами миша вот он его интересно вот такие фермы короче здесь мы будем забирать мустанг 71 аккуратней виталик просто гора вверх гора вниз если машина летит какой пьяный фермер навстречу на своем пикапе хана будет конечно да собака боится следи за дорогой помогай виталик жопу смотреть не хочешь давай тогда она отвернется она боится на тебя будет смотреть это даже не одноэтажная америка это такая фермерская одноэтажная америка это те самые ранчо те самые фермы здесь живут истинные патриоты соединенных штатов я правда не вижу у каждого дома флаг но они точно есть посмотрите гараж у него подписано чеви и че вида шевроле и шевроле чтобы не перепутать стать у всех основном шевроле пикапы вот такие вот ребята нам сюда ну я бы такой короче да не он горит доедите вообще мы доехали уже ну там если можно да вот так у нас нет проблем просто нам надо понять не можем там развернуться мужского на 43 фитом разворачивались люди как бы да поехали интересно выкручить ворота в комнату качу куда у меня прихода мы скажем в таком месте ты больше не будешь никогда жизнь поэтому кайфую пока покажем короче пасы включая полный прием потому что нам нужно будет преодолеть подъем а тут щебень короче нет нормальность у трактор есть нас вытащить не нет то есть как дорога норма идеальная мужской в принципе чувствую себя как дома в россии динаму по нижней что включилась баню нежно вас тяжело слушаем подъему суки это вечером приехать стрелять ночью ночью вообще же глаз кали просто где наш форт отчет у него много машину пацанат он сейчас столько людей он за год наверное столько людей не видит как к нему сейчас приехали скажет трое ребят где полный метод может как тут можно круто но типа да нет встречает наш фермер жопа сюда ребят это главное событие за последние несколько лет его жизнь но все приехали вот он вот он домик этого фермера смотрите ребята какая природа у него кстати хороший фордик платину смотрите все вокруг такой чистый чистый воздух живет как будто в лесу очень тут кайфово нам помочь виталику он пытается развернуться на очень узкой площадке вот так это выглядит выпрямляйся протяни вперед чуть-чуть но не так просто да как кажется давай задом а чё тут наверно грибы есть оп ну короче вот в итоге по траве развернулся да давай бентли нам порядочке удивилась куда мы ее привезли машина явно не вяжется с местности этому мужику я бесплатно отдать он бы не взял сказал бы чё за пижонская тачка как лишь весь пыль поднимаешь только ладно ждем машинку пошли поможем смотрите ребята какой красивый мастанг они возводили начат он не особо не особо заводится бомбические колесики бомбические колесики и силы и силы амать 21000 хавитов ченнол и форум брасангай слуште но почти уриджного или вообще он вообще висес оригинал оригинальные полы все такое мы покажем когда-то давно много лет назад я получил его месяц назад или около того и первый владелец на самом деле это оригинал из флориды прикольно классная тачка но он там джамп стартер стоит но я такой короче его проще толкнуть нас нафига народу что-то что столкнем каждый салон пацанам достой салон дочит от стоит уже старая тачка мне кажется бомба вообще требование у миша к машине 50-летней 50 лет тачки сейчас выглядит до мне с бентли по красоте для выигрывающейся так бентли вытайки а у приканды пифте о приканды пифте бакс более когда за него платят только 600 баксов если бы пару косарей платили и броню у меня дали важное задание пацаны толкают а я ее буду тормозить если она слишком быстро разгонится ну вроде оказалось просто ребята я поговорил с владельцем ко мне приезжал пятидесяти трехфутовый трейлер гусиная шея и целые две гонки мне привез гусснек вообще слишком просто ты знаешь слишком просто у него в бампере бассейн слишком длинный это специально для нас кархолеров так много дверей со всех сторон здесь 2 там 2 1 за 6 они типа специально для стреп ну вот ребят короче очень прикольное местечко очень прикольный чувак загрузили этому мустанг если мы думаем поговорю расскажет что-то интересное он говорит слушай я говорю какой у тебя размер участка он говорит 23 акра это так примерно 8 наверное гектар примерно ну может быть ошибаюсь но плюс-минус что-то такое он не несколько машин разных вот он здесь живет посмотрите обратите внимание нету вокруг ни одного фонаря вообще нет фонарей вот один висит на столбе небольшой вот он говорит когда здесь ночь и небо чистое выходишь горит видно млечный путь звезды я горит ни на что не променяю место здесь участок у него вот прям вдоль леса там за домом горит где-то ручей какой-то протекает ну то есть огромная земля то есть ее тут не охватить вперед непонятно куда уходит вот он горит мне очень нравится я раньше жил в майами потом купил участок сейчас я просто здесь кайфую вот так живут американцы ребят то есть до ближайшего магазина я не знаю миль наверное 15-20 потому что здесь совсем отшил тишина невероятная не слышно ничего вообще только естественная природа не знаю птички чуть-чуть чирикует воздух чистейший ночью они возьмут свой пикапчик сядут съездят я не знаю там раз в две недели в какой-нибудь магазин затарится непонятно на чем получают доход но в целом очень прикольно виталика ну чё там братишка сейчас будем выезжать и так как мы научились летать на дроне мы вам постараемся снять этот выезд потому что он он очень интересный потому что тут смотрите эта дорога это не самое страшное что нам предстоит проехать почему потому что ну вы увидите смотрите дальше будет проходочка с дрона самому идти успели отъехать нас встретили вот такие два конуса мы вышли посмотреть что там происходит эти вы посмотрите там это происходит короче грузовая машина закусила обочину и и стащила туда но там уже towing тому же пацаны и вытягивают я просто думаю что мы немножко хотя бы подойдем там может с ним а вообще посмотрите как живет обычный крестьянин вот его домика скорее всего то его земля там гараж вам тачки стоят здесь у него еще что-то да ребят очень интересно настоящая америка там хоть парень вышел на встречу все в порядке но нужно маленько подождать мы сейчас будем вытаскивать этот мусоровоз у нас просто длинный трейлер 36 фитов короче он вид пацаны это надолго тут мусорный трак слетел в обочину и мы горит его вытаскиваем дамп трак он его назвал не запчу мусор и машин не мусорный ну короче типа который с кузовом с смотрите довольно таки серьезно свалился и приехал аж два эвакуатора они его тянут тросами но видимо ничего сделать не могут поэтому он горит самое пацаны для вас разумно и развернуться просто и нечего тут стоять тоже вот фермеры ведь у них у всех маленькие трактор очки вот такие это типа круто на самом деле мне кажется вытащить ничего сложного надо вперед тянуть он на асфальт бы заехал смотрите хотя может он груженый начат прям целую проблему из этого устроили вот в америке вот так вот любят ребят не знаю ремонтирует одну маленькую дырочку на дороге перекрывают всю дорогу какая-то произошла он история с этим траком перекрыли всю дорогу хотя в проблемах то плевая тем более с двумя эвакуаторами живет чувак у него здесь гаражик свой гаражик хранится какая-то техника дома довольно большие вот у них терраска смотрите на заднем дворе терраса и они сидят там пьют кофе и смотрят на природу вот а здесь какой-то тоже фермер и вот какая-то штука для хранения зерна наверное типа того ладно пойдем разбираться там у нас наконец-то зацвела сакура дождались мы счастливого момента значит скоро весна есть такое ощущение красивые видите розовые листочки сакуры сады сакура на заправке пайло прикольно смотрите какого цвета она и честно говоря я вот весной видел их но карлане они были очень просто потрясающе но и сейчас она тоже выглядит обалденно мы на тракт стопе это настоящие пацаны сакура да которая в японии сакуры высоты красота пошли виталик ты вот так вот станешь а это сходку в инстаграме на может фоткали там осталось только мишу ну короче что выходит очень мило такой круг розовый мешал исходит неважно обратить внимание посмотрим реально миша любит рыбу больше большого ротового окуня он сказал любит что это за деревья такие розовые сакура тебя не удивляет это обычное дело обычное обычное то обычное дело для японии явно не для холодного кентаки или где мы там вообще кентукки и мы едем на карлайн заехали сейчас будем заправились уже и смотрите вот сосисули она на так стоп там обслуживание берешь вот так вот булочки берешь себе вот эту штучку берешь сосисули разные вот я уже где достал среду скучу смотрите очень взял это короче такая штука называется кормдог она на медовом этом на мелке хрустящие сосиски пошел и крылышко взял на ночь все это серёга просто на ночь идею пацаны поэтому вы кстати ставьте лайки с каждым лайком я худею на 10 грамм как чё нам лайки вообще не ставит пошли а 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова